Сегодня в 4 часа ночи произошло очередное коммунальное ЧП на сетях СГК. В бизнес-центре партнер на улице Жанекидзе 36 кипятком затопило парковку. Как уличную, так и подземную. По предварительным данным затоплено не менее 6 автомобилей, но никто не подсчитывал, потому что водители срочно эвакуировали свои автомобили. Некоторые из них, как владельцы иномарки за моей спиной, были вынуждены идти практически по пояс в горячей воде спасать свою дорогую иномарку. В 5 часов утра позвонили из управляющей компании, сказали, что потом. На подземной парковке. Почему? И на наземной. На машину на наземной. Мы быстро выехали на нижней парковке. Изначально вода была, я вам говорила, по щиколотку, но она была 80 градусов, поэтому мы не рискнули зайти, забрать машину. Все, приехали где-то в 6 часу, приехали аварийные службы, они перекрыли воду в люке и сказали, что вода должна уйти. Вода не ушла, она наоборот прибыла. Вода вот так, да? Да там не видно ничего было. Просто вода вот так, там пар был. И он резиновый сапог. В смысле по пояс? По пояс. По пояс там на подземной парковке? Это все кипяток? Нет. Ну уже нормально было, уже не кипяток. И там что, кто-то ходил в этой воде? Да, один ходил, по машину в лесу. Да, мы взяли такие штаны. А чтобы машину спасать, вы пошли? И вы выехали? Он выехал, да. Ну вот вы видите, вот это... А уровень был до какой-то на машине? Вот, смотрите. У вас даже здесь мокрое все? Вы рукой потрогаете, все мокрое. Все мокрое. То есть у вас и в салоне что ли вода была? Да, так я вот здесь. Ё-моё. То есть реально вода вот отсюда капает, все. То есть сидушка вся мокрая. Вы не боялись гидроудара, когда заводили? Так это шо? Не боясь. Да осталось там, машина одна, наверное, стоит. Вот это главный спаситель. Вы его снимите в кепке, он четыре машины оттуда вытащил. Ну все же знают, СГК и все закопилось. Еще, наверное, с десяток автомобилей здесь, около бизнес-центра, пострадали от кипятка. В СГК заявили, что не нашли место порыва и уже занимаются его ликвидацией. Ремонтом мы тоже нашли это место, оно находится поблизости от бизнес-центра. Зрелище предстает ужасающее. Под землю после размытия ушел тротуар, сломано крыльцо. Сейчас на месте работает экскаватор. Рабочие стаскивают брусчатку для того, чтобы подготовиться к замене, а может быть налажению, как обычно, заплаты на место порыва. Практически ежедневно в Новосибирске по вине СГК из-за гнилых труб происходит вот подобное серьезное происшествие. Размывается и проваливается грунт, разваливается асфальт. При этом руководство города и СГК отрапортовали, что Новосибирск готов к новому отопительному сезону и уверенно входит в зиму. А в это время владельцы дорогих иномарок провожают на эвакуаторах свои автомобили, которые ошпарены кипятком из сети СГК. А буквально вчера мы рассказывали о другой серьезной аварии на сетях СГК, как на улице Фрунза. Из-за размытия грунта под асфальтом две иномарки ушли под землю, чудом никто не пострадал. Все случилось из-за того, что СГК вовремя не отреагировало на порыв подземных сетей. Сети размыли грунт, образовалась пустота объемом около 15 кубометров и под тонким слоем асфальта автомобили рухнули под землю. Автомобилистам уже становится страшно ездить по таким дорогам города и ставить машины на парковки. Неизвестно, когда ты со своим автомобилем окажешься под асфальтом. Примечательно и то, что в Новосибирск еще не пришла настоящая сибирская зима. На улице тепло и даже еще травка зеленая. Что будет, когда грянут морозы? Это Дмитрий Полушин, НТР24.